здравствуйте друзья по просьбе галактионного антона сделал вот такой простейший информер для автомобиля он просил сделать так что можно было мерить чтобы показывал информ информер температура охлаждающей жидкости автомобиля и кроме того момент включения включился приветствие какой он просил я такой делал но кроме того я здесь еще добавил 2 термодатчик для измерения температуры окружающей среди автомобиля иногда это надо ездить очень интересно какая температура на улице и кроме того здесь еще добавил фолтметр чтобы измерял напряжение бортовой сети я думаю может это многих заинтересует у многих старенькие автомобили там ничего такого нету чтобы цифрах показывал что-то ну может пригодиться кому-то этот давайте посмотрим видео как это работает итак друзья взял простой информер для автомобиля на олед дисплее здесь показывает две температуры вот первая вторая это показывает температура охлаждающей жидкости автомобиля вторая температура наружная температура за салоном и еще показывает и напряжение бортовой сети по просьбе пользователя вот кто просил мне сделать такой он просил что при включении там появилась а привести потом это значение вот это происходит так допустим подключили сейчас такое приветствие после приветствия включается дисплей еще раз так здесь настраивается только вот это напряжение портовой сети то есть подключили прибор к автомобилю и при помощи вот этого регулятора здесь правда обычный регулятор этот регулятор стоит резистор стоит но необходимо многооборотный построечный потому что очень трудно трудно регулировать подключили и тест подключаем бортовой сети проверяем напряжение бортовой сети потом отсюда вращаем видите изменяется вращаем до того до тех пор пока совпадает вот напряжение сейчас 13 половине необходимо где-то так ну этот я говорил что это надо многооборотный с этим трудно точно настроить так еще что хотел сказать да здесь вот это вот метр сделан до 20 вот можно мерить если не автомобили где-то другом месте вот при помощи этого вот метра можно мерить до 20 вольт так вроде все нет температуру не показывал вот два датчика ds18 b20 вот держим и температура меняется вот это датчик устанавливается на радиатор наверно где датчик температуры а второй уже как-то на наружу надо вывести автомобиля чтобы наружную температуру показывал хоть сейчас 2 температура здесь увеличивается вот таким образом работает это информер остальные на компьютере объясню так теперь давайте по схеме посмотреть вот сама такая простенькая ардуино на но два датчика ds18 b20 лет дисплей резистор вот она 5 килоом для регулировки вольтметра и я здесь добавил еще модуль питания на lm 2596 вот такой модуль можно и без этого модуля но я думаю лучше поставить зато стабилизатор на ардуино не очень надежно там он после если больше 12 вот будем подавать он сильно нагревается и мой вид видеть из строя но я думаю лучше вот с этим то есть вот это плюсовой подключаем к замку зажигания его замок включаем и этот питание идет и показывает уже данные ну я как сказал настройка очень просто здесь тестер подключаем к бортовой системе измеряем напряжение какой потом при помощи вот этого по построечника устанавливаем на дисплее то что такое показание что там на тестере показывает и будет нормально работать так здесь по ну да я вот это про это вот можно вот без этого делать если хотите можете попробовать но я не советую вот это отсюда удаляем вот это удаляем вот это провод вот это остается вот так допустим идет сюда и отсюда сюда где вы и отсюда подаем то есть это уже у нас стабилизатор будет задействована 12 вот сюда подаем и внутрь уже 5 вольт по этой течение 5 вольт пойдет вот типа так если хотите можете попробовать но я не советую я думаю в душе так так и здесь конденсатор 0 1 микрофарад керамический для помеха это поближе к питанию лучше подключить так теперь в фл прок в фл прок использовал так пользовательские блоки для nokia 51 10 лет скачан из сайта и фл прок вот оттуда скачал и здесь если будет какие-то изменения делать в этом видите вот это я бы блок тоже очень сверху бит а это снизу а между ними уже программу который создается такие принцип работы такой и так изначально когда первоначально когда мы подключаем р-трик стоит единичный импульс подается р-с-триггер срабатывает р-с-триггер срабатывает вот генератор начинает импульсы видова счетчик начинает считать эти импульсы здесь строка вот и вот эта строка включается у нас и здесь у нас вот привестия привестия записано эту строку то есть сначала 0 1 2 и до 5 до 5 сюда где размер шрифтов то есть первоначально нулевой шрифт потом первый второй третий четвертый пятый и после пятого сброс происходит то это самый большой шрифт появляется сбрасывается вот расчетчик сбрасывается на ноль и кроме того вот это триггер тоже 1 триггер на ноль сбрасывается здесь вот про уже ноль получается этот отключается и теперь вот это три строки 2 показывает температура 1 напряжение для температуры я как прошлых видео уже сделал вот где четырехканальный вот этот был терморегулятор там уже использовал такой так то есть теперь уже не надо найти адрес свою датчика 1018b20 автоматически это делается то есть при пуске при включении вот единичный пуск подается сканируется шины на которых датчики подключены и находит датчики и записывает значение вот это адрес датчика в массиве после массива читает уже вот эти фб блоки 1 температура окружающей среде 2 температура этого охлаждающего жидкости автомобиля показывает вот первая строка это охлаждающие жидкости температура 2 показывает этот окружающий среда и третий уже у нас волтметр вот метр тоже все очень простенько секунду раз мерить напряжение на входе нулевом где питание подается от партовой сети через резисторы и здесь у нас это масштабированный стоит на входе с нуля до тысячи двадцать три менять на выходе с нуля до две тысячи потом вот эти две тысячи разделяем на сто это получается что до двадцати вольт можно и флуат видите на флуат сто это флуат у нас получается до сотых долей может может показывать но сотых долей это неправильно будет у нас где-то 0,1 но 0,1 вот вот неправильно будет показывать ну примерно так то есть вот эти сотые доли неправильно показывает ну допустим двенадцать с половиной правильно будет уже ну сотые доли уже может даже неправильно вот таким образом вот метр работает если вы хотите этот использовать других местах я думаю что только не автомобили а других местах тоже можно вот метр можно по-другому да побольше даже сделать если хотите допустим то 100 вольт мерить здесь уже можно вот вместо этого двадцати десять тысяч написать и кроме того там сопротивление вот этот который на 20 кВт побольше надо ставить ну допустим на 100 кВт поставьте я думаю будет тоже работать и все наверно да я хочу сказать что вот это очень простой идеал но сами понимаете вот как пользоваться просили а также она здесь очень большие возможности есть можно его совершенствовать модернизировать то есть можно здесь еще добавить что уровень топлива мерен еще тахометр можно добавить можно было сделать так что при допустим аварийной ситуации допустим если температура охлаждающая жидкость больше там звуковой сигнал включился можно сделать так что когда этот генератор не работает то есть первоначально мы напряжение померите там двенадцать с половиной вольт будет как запускается двигатель уже тридцать с половиной тринадцати восемь вот где-то то есть если это не происходит значит генератор не работает и там опять звуковой сигнал то есть там возможности очень много просто я как он просил я так делал я думаю это уже сами можете усовершенствоваться смотря мои видео руки так вроде спасибо за внимание до свидания